Ну что ж, снова я и снова Форза. Ну, на самом деле, сейчас будет у нас необычная серия, а небольшой выпуск о том, как выполнить Форза Трон. То есть здесь есть такое задание, вот оно, вот это вот. Как это этот, это август какой-то там, начало августа, короче. Вот, а что здесь и как? На самом деле, здесь все задания, в принципе, легкие, кроме одного. Вот, ну давайте начнем издалека. Гонку на классической гоночной машине. Завершить гонку. В принципе, ничего сложного. Единственное что, она выполняется в одиночном режиме, насколько я понял. То есть в сетевом режиме почему-то она не захотела выполняться. То есть вот мы чемпионат делали, не знаю, что с ней не так. Ну, если что, скатайте обычную гонку, это не проблема. Далее, победить в сетевом чемпионате классической гоночной машине, чтобы выиграть машину вот эту, лолу, там что-то там. Короче, тут какая ситуация? Тут, да, тут не совсем точный перевод. Тут нужно не победить в сетевом режиме, а победить в гонке в сетевом режиме. То есть, как вы знаете, кто уже участвовал в сетевых режимах, в гонках, там есть такая вещь, как обычные гонки стандартные, гонки команд. То есть все игроки делятся на красных и синих. Если ваша команда победила, вам эту гонку засчитают. То есть, по факту, вам просто нужно кататься гонки, пока вы не попадете в гонку, где командная, и, собственно, там ваша команда выиграет. Все. То есть, на самом деле, это очень простое задание, по факту, потому что я думал, там реально нужно выиграть чемпионат. Но, на самом деле, все оказалось намного проще. Дальше. Сейчас вот об этом расскажу чуть поподробнее. И здесь. Заши любой заезд, чтобы получить 15 тысяч кредитов. Это выполните, пока делайте вот эти два, 100% вообще без проблем. Дальше. Продемонстрируйте технику в последний момент. 20 раз, чтобы получить 120 тысяч. Вот тут я такой, типа, последний момент. Я ее вообще, как раньше, не видел даже в лицо. Но, еще думаю, странно, что же это такое может быть? Но, кое-что все-таки я смог найти, узнать. Короче говоря. Ну, едете. Не очень удачно тут место, конечно. Я вам сейчас покажу, что надо делать. Надо, по факту, ехать, чтобы вам была встречка. Но, сейчас вам покажу, вы сразу поймете. То есть, нам нужен дрифт перед встречной машиной. Так, чтобы ее не зацепить. Блин, ну где встречка-то хоть какая-то? Во, что-то едет, смотрите. Нет, эти я не успел. Во, вот это успею, наверное. Не знаю, засчитают. Сейчас посмотрим. Слабовато дрифт был. Вообще, может засчитать. Сейчас глянем. Ну, сейчас, в любом случае, я вам покажу. Нет, это зацепило. Это вряд ли засчитают. Нам нужно не зацепить и продрифтовать вот так вот. То есть, это непростое задание на самом... Во, последний момент, видите? Выскочила вещь. Последний момент. То есть, это сорвиголова. Это вся фигня, фигня. Давайте, пролистывайтесь. О, опять в последний момент. Короче говоря, вам нужно навстречу ехать. Ну, вот как я, например. Сам, мне кажется, простой вариант. Ну, не здесь единственное. Потому что здесь, как вы видите, 2,5 машины ездят. Ну, в городе. В городе. Самое простое это сделать в городе. Там это сделается, я думаю, моментально. Вот. Кстати говоря, в город. Я, в любом случае, наверное, планирую в город ехать. Так. Давайте, может, туда мы сейчас перенесемся тогда. И там сделаем, посмотрим, задание засчитается, не засчитается. Должно засчитываться. Так. Ну, куда нам? Нам вообще. Куда-то сюда, наверное. Быстрое перемещение. 6000 это ничего. Переживем. Вот. Какому заеду? 95%. Интересно. На самом деле, довольно такое необычное задание. Ну, опять же, это локализаторы немножко тупят еще. То есть, если здесь еще, в принципе, более-менее написано все, как и надо, да? То, вот, например, где чемпионатом такое себе. То есть, это как бы выиграть... Ой. Выиграть, но при этом, блин. Типа, там написано чемпионат выиграть, понимаете? А на самом деле надо выиграть гонку, а не чемпионат. Да, е-мое, сколько у вас тут едет? Ну, вот. То есть, надо-то выиграть одну гонку. Ну, это тут уж, как говорится, локализаторы немножко тупят. Ой. Ну, тут, конечно, приучиться. У меня такой сидрик, если честно. Бам. Так, встаньте от меня. Блин, что-то в городе, по-моему, даже сложнее. Тут машина слишком много. Нет. Ну, еще машина у меня явно не для этого немножко. Хотя, в принципе, выяснили полный привод. Почему бы и нет? Она так-то управляется неплохо. Места мало. Вот здесь, кстати говоря. Там было побольше. Да, может выехать за город. Немножко быстро. Блин, да, трафик мешает. Не, у меня херово это получается, потому что я рукожоп на самом деле. Очень мало места здесь. Вот, на самом деле, я посмотрел это, делал типочек. Видосик у него, у него увидел, как он это делал, потому что, на самом деле, я, насколько не искал на всяких форумах, я так и не смог найти ничего очень полезного. Такой более-менее адекватной информации. Опять серый голова, вот, последний момент взрослый. Видите, тут очень мало места. То есть, вот, не знаю, наверное, за город. Вот, или хотя бы здесь. Вот, вот, здесь более-менее широко. Но, может, получится что-нибудь. Вот, в идеале, как же, брать тачку поменьше, видимо. Потому что, этот, мерз, ну, блин, он слишком огромный. Какой-нибудь маленький автомобильчик, чтобы удобнее было. В принципе, новую. Если вы ездите получше, чем я, то, в принципе, он у вас получится. Вот, единственное, что жалко. Не пишется, прогресс. То есть, типа, непонятно, с каком кататься еще. Вот, что, с 20 раз. 20 раз подряд. Или 20, просто 20. То есть, вот, в плане этого, не всем понятно. Но я подозреваю, что просто 20, потому что, ну, 20 подряд, мне кажется, это почти невозможно. Наверное. Вот, потому что, типа, хотя, ну, я не знаю, это очень жестко было бы задание для 120 тысяч, типа, они тут в этом плане обычно все делают довольно просто. Ну, по-своему, они... Вот, насколько я понял, с тачками, которые едут в твою сторону, не прокатывают. То есть, они, типа, не хотят... Ой. Засчитываться. Вот, еще, как я понял, если... Ну, скидываются очки, то это тоже нормально. Вроде как. То есть, это тоже засчитывается. Вот. Ну, сейчас поедем, я говорю. Проверим, чтобы засчиталось, тогда уже будет ясно точно. Вот такой, на самом деле, конченый фразотрон попался. Немного. Вот, хотя предыдущий был тоже не сильно лучше. Это где локализаторы недопереводили знак правильно. И нужно было не рандомный знак осторожно, а именно конкретный. Тоже кайфово придумали, потому что, блин... Как я вообще должен об этом догадаться? Блин, ну тут, конечно, реально узковато. Мне еще удобно выполнять. То есть, это вот так вот, вот, делается, типа, ну, блин, ну, я говорю, вот, вот с этими тачками так не прокатывает, с которыми в твою сторону еду. Там не дают. Там дают всякие сорвить головы, что-то еще. А именно вот это вот, я не знаю. Странная вещь, потому что я, на самом деле, честно говоря, не видела раньше до этого вообще эти... Потому что, ну, у меня никогда не получалось зрительство вот так увернуться, как-то, иду ли я не замечал, может. Ну, не знаю, просто, типа, я вообще такой, что, думаю, за техника такое, я ни разу не видел, и что делать надо. Вот, и судя по форумам, я понял, что народ тоже не очень в курсе. Вот очень много вопросов, и нигде, как бы, ответы не висят. Вот, то есть, и на ютубе я так-то поискал, вот, тут тоже не сильно много видео, вот, то есть, еще там, скажем, англоязычной версии там еще есть хоть что-то. То, например, на наших, на русскоязычной вообще ничего нет интересного в этом плане. По-моему, я не вписался. Так, господи, как же тут только тачек? Вот, не знаю, наверное, все-таки зря я сказал в городе, потому что в городе реально сложнее. Другой здесь тачек много, то есть больше шансов это сделать, но... Тачек что-то слишком много... Ой. Машин, которые едут тебе, ну, в твоем потоке, мало места. Так, ну, что, будем проверять, периодически выполнилась или нет, то, что она как-то не всегда почему-то пишет, поэтому... Вот, все сделалось. Хотя я не видел надписи. Может, я промываю, проворонил, конечно. Вот. Так что, в принципе, все. Вот такой фразотрон, очень простой. По поводу классических гоночных машин. Тут вообще все просто. Да, ну вот, он, видите, написал. То есть, это, видимо, только что, только что вот прям сделал, и он это... Не успел еще. По поводу... Что здесь стоишь? Я с ним даже погоняться не могу. По поводу гоночных тачек. Просто, если у вас нету таких машин, вы, всяком случае, не знаете, заходите в автосалон и ставите по фильтру. Классические гоночные автомобили. Все, как бы. Там вам покажут. В основном, это тачки очень дорогие, поэтому это будет очень непросто выполнить, если вы недавно играете. Но, в принципе, у меня, например, есть пак Порша, и, в принципе, я оттуда взял Порша. Вот. А так, в принципе, можно еще, на самом деле, там были какие-то совсем дешевые две тачки по 60, по-моему, тысяч. Не знаю насчет их, честно говоря, не уверен, что они могут что-то выиграть. Ну, тут уж, как говорится, очень богат. Вот. Вот как-то так. Что ж, я с вами прощаюсь. Надеюсь, я вам помог. Пока-пока.